Развитие теологического образования – одна из важных задач государства в противодействии враждебным идеологиям и в поднятии нравственного облика общества. Проблемы и перспективы теологии в стране обсудили в Махачкале, на Всероссийской конференции, организованной Дагестанским гуманитарным институтом и Санкт-Петербургским государственным университетом. На месте событий побывал и наш корреспондент Абдулла Алиев. Ему слово. Теолог, богослов, человек, имеющий религиозное образование и распространяющий среди общества традиционные религиозные знания и ценности. На сегодняшний день деятельность таких людей считается очень важной, особенно в ситуациях, когда деструктивными силами предпринимаются попытки подменить истинные богословские учения на ложную идеологию. Также на теологах стоит важная задача – при помощи духовных ценностей поднять уровень нравственности среди общества. Наша эта конференция, конечно, она призвана не только обсудить проблемы и ориентиры дальнейшего развития теологического образования, и наметить какие-то определенные прогнозы, решение каких-то вопросов, которые просто назрели именно в этой преподавательской образовательной среде. Тема конференции привлекла внимание докторов и кандидатов наук, а также религиозных деятелей из разных регионов страны. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы современного состояния теологического образования в России, возрождение российской исламской богословской школы, создание многоуровневой системы отечественного исламского образования. В развитии теологического образования напрямую зависит и состояние духовной безопасности в нашей стране, и вообще кадровая ситуация в подготовке специалистов с углубленным знанием истории культуры и ислам и в продвижении и популяризации проектов о знании ислама. Поэтому, конечно, в этом смысле очень важно и нужно принимать все меры по развитию теологического образования у нас в стране. Выступающими было отмечено, что развитие теологии способствует безопасности и укреплению межконфессиональных взаимоотношений. Также было отмечено, что Дагестан можно назвать примером взаимодействия религиозных деятелей, противостояния идеологическим угрозам и укрепления нравственных ценностей среди общества. Неграмотность населения в вопросах религии только способствует укреплению позиций радикалов. Религиозное просвещение является одним из самых эффективных способов формирования стратегического счета в духовной защите республики. Ведь религиозная грамотность граждан является условием обеспечения безопасности нашего общества в современных условиях. Стоит отметить, что в рамках конференции также состоялась работа по секциям, на которых было обсуждено современное состояние и основные проблемы теологического и религиозного образования в Российской Федерации. А также роль теологического образования в духовно-нравственном развитии общества, противодействии вызовам и угрозам современности.